Экспозиция развернулась под открытым небом. Беспилотники, медицинские вертолеты, техника на все случаи жизни. В том числе самый большой автомобиль в мире – карьерный самосвал весом 450 тонн. Все это отмечают участники промышленной выставки. Также может претендовать на программу импортозамещения. России нужна такая техника, так как Россия – это добывающая отрасль, довольно-таки развита. Мы и так и сейчас сотрудничаем с Российской Федерацией. Ну и где-то доля, более 60%, доля нашей техники, карьерной техники в России. Участие в официальном открытии выставки приняли представители правительства обоих государств. Каждый отметил необходимость и востребованность подобных мероприятий. А представленная здесь инновационная техника, которая планирует выйти на российский рынок – это открытие новых возможностей, подчеркивают чиновники. И это вселяет в нас уверенность в том, что мы преодолеем этот сложный период экономически и финансово. Мы преодолеем сложный политический период, сложные международные отношения, потому что промышленный, научно-технический потенциал России и Беларуси огромный. И наши экономики успешно дополняют друг друга. Подписание целого ряда новых соглашений между Союзной Республикой и регионами России о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве – это конкретная программа действий. В целом же форум – дополнительный к тому же мощный стимул для развития межрегиональных контактов и связей, отмечают политики. Представители же сельского хозяйства, говорят сами белорусы, достигнутых целей уже добились на продуктовой ярмарке. Мы разговаривали с мэром Сочи Анатолием Николаевичем Пахомовым. Он очень доволен, как это на высоком уровне организовано. И что люди посещают эту ярмарку популярностью, пользуются не только у сочинцев, а у всех россиян наши валенки. Мы сохранили производство, ежегодно мы будем проводить такие же знаковые крупные мероприятия для того, чтобы отношения между нашими странами развивались только в позитивном и восходящем ключе. В пятницу 18 сентября форум посетят главы государств. Владимира Путина и Александра Лукашенко планируют увидеть за столами переговоров.